Чем больше молекулярная масса у препарата, тем он больше дает тургор, а по-другому это интерстициальный отек. И пациенты с деформационно-отечным типом стали при неправильно выбранной молекулярной массе, пожалуются на отек неспособность. Ой, я сделала процедуру, да, мне стало еще хуже. Потому что препарат вот сюда смотрят, не на концентрацию, а именно на молекулярную массу. Нам не нужен отек. А вот концентрация гиалуронки с такой молекулярной массой наберет вот эту воду, которая болтается везде, и пациент почувствует как бы лифтинг. При мелкоморщинистом типе старения, нам здесь с вами, мы должны понимать, что здесь не хватает жидкости в межклеточном пространстве. А гиалуронка обладает таким свойством, что она тянет на себя воду, пока она не закроет все свои связи. И тянуть она будет откуда? Вначале она будет тянуть из межклеточного пространства. Но если ей не хватает воды, вы никогда не пробовали препарат контурно-пластики, чуть-чуть выдавить и добавлять туда воды. Нет? Оставьте немножечко совсем там вода от клиента, да, и пока пойти в воду. И вы увидите, насколько она притягивает воду, то есть она вот, это, это, она очень жадная в этом плане. А если не будет хватать воды в межклеточном пространстве, значит, начнет откуда-то, из клетки. Клетку у нас с вами, я всегда говорю, представьте, что клетка это как аквариум. Вот плавают рыбки органеллы, да, вот они там кушают, что-то производят нам настроение, да, какие-то компоненты, то у них есть метаболическая реакция. И если у нас с вами клетка, аквариум, испарится, да, будет мало жидкости, как будут себя вести рыбки органеллы? Еле-еле что-то вырабатывать. Это первый момент. Второй момент. Осколки метаболических реакций не выходят из клетки, накапливается липофусцин. И клетка перестает делиться, она перестает даже синтезировать. И появляются такие пациенты, которые приходят и говорят, раньше все было очень хорошо, а вот теперь чего-то никакие процедуры на меня нет. Есть такие? Есть. Какие-то препараты видите, да не препараты видите, просто неправильное введение биоревитализации у таких пациентов привело к тому, что клетки накопили липофусцин. Все, клетка не работает. Чтобы этого не было, мы с вами при выборе препаратов для меркоморщинца типа старения, берем молекулярную массу, мы здесь можем взять большую, до 3000 кг дольтона. Высокую берем, мы получим хороший турбок. А вот концентрацию 15, максимум 18 мкг на мл. Максимум. Дальше, если при такой молекулярной массе мы возьмем высшую концентрацию, мы с вами получим клеточный апоптоз. Если у вас есть пациент, с которым вы работаете, работаете, вы пытаетесь что-то сделать, но пациент не реагирует на вашу манипуляцию, то для очищения липофусцина, клетки от липофусцина, мы применяем с вами ДМАЭ. Доказано, что ДМАЭ способна очистить клетку от липофусцина за 6 месяцев. Здесь, конечно, мы видим, что недостаток объема в среднемидиальной зоне. И как бы нам хотелось бы сюда добавить препарат, но вот пастозность тканей приведет к тому, что этот препарат будет либо виден, либо у нас с вами он может немножко мигрировать, утяжелить эту часть. Что сейчас я буду делать? Я хочу личико поставить все на место. Я не хочу ничего заполнять, давать объем, потому что здесь нету большой таких зон деформации. Поэтому как раз-таки вот в данном случае очень хорошо сделать введение препаратов в связке. Можно сочетать вместе с принцессами. Зажмите, пожалуйста, глазки. Вот, то, что еще-еще сильнее-сильнее-сильнее. Вот, видите, связка псилакис. Еще раз, Машка, зажмите. Вот, вот, там вот, между верхними латеральными и нижними латеральными. Вот, у нас с вами связка псилакис. Дальше ищем, на косточку мы ее ставим, дальше мы с вами ищем связку Макгрегора. Внутренний костный край гладницы, наружный костный край гладницы. Шикарные кости у вас, Машка, просто, просто отлично. И соединяем крыло носа и завиточек ушка. Вот у нас с вами связка Макгрегора. Видите, я пальчиком кожу отодвигаю, и у нас носогубная складка, угол рта. Все очень хорошо здесь у нас будет перебещаться. Машка, зажмите зубки. Вот она, жевательная мышца. Вот у нас с вами кость нижней челюсти. На низ и вот сюда. Я веду препарат контурной пластики. Дальше мышца, опускающая угол рта, косточку беру в руку, сюда и сюда. И я хочу немножко поработать со средней зоной, со скуловой связкой, поэтому вот косточка скуловая, провожу линию, где находится скуловая связка. И вот в данную точку я тоже веду препарат. То есть могут раз, два, три, четыре, пять зон для ведения препарата. С другой стороны... Ну вот я решилась пойти на процедуру контурной пластики. И пошла только к доктору, которому я очень доверяю, потому что я о нем очень много что читала, слышала информацию. Честно говоря, я очень потрясена результатом. Насколько глубочайший профессионал, насколько нежно. К тому же случится, что я такой человек, который ненавидит инъекции, ненавидит любые вмешательства. Очень внимательный доктор и золотые руки. Эффектом очень довольна. Приду еще и только к ней. Спасибо огромное. Наши с вами работы. Первое, что мы всегда с вами смотрим, это кровавую росу. Кровавая роса и гиперемия должна быть равномерно, одинаково с двух сторон. То есть, если мы с вами видим с этой стороны кровавую росу, то мы должны видеть с этой стороны кровавую росу. Если у нас выпадает... Вот с одной и с другой стороны нет кровавой росы, и везде есть, это говорит о проблеме позвонка. Если мы с вами, вот как здесь видим, здесь есть кровавая роса, а здесь нет, это говорит о спазме мышцы, и оптимальнее всего пациенту об этом сказать. Потому что на данный момент, может быть, ничего не беспокоит, ничего не болит. Но в дальнейшем, например, на следующий день, пациент может пожаловаться, что вы мне сделаете там капилляромезотерапию, а у меня там где-то заболело. То есть у меня были такие случаи, я всегда объясняла, что вот здесь у вас, скорее, спазм, я ничего не чувствую. На следующий день будут быть какие-то неприятности. Здесь вообще очень интересно. Здесь у меня грыжа, между, по-моему, пятым и шестым. Ну, а потом, может быть, я еще подкачала. Да, вот видите, вот как здесь и здесь, да, здесь нету клетка. Бывает так, когда разворачиваются позвонки при травмах, или вот когда грыжа. Поэтому здесь, когда делаем капиллярную эзотерапию, мы сами всегда пациенту можем подсказать, что может там массажник или врач, или еще что-то.